Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 1 февраля и вот в предыдущем ролике я говорила, что февраль это у нас время массовых посевов для теплиц. У кого есть теплица с маломальским подогревом или там тепловая пушка или газовый обогреватель или инфракрасный обогреватель, нужно уже сеять и томаты и перцы для этих теплиц. И вот я сейчас сижу, переписываю томаты новинки. Многие просили меня рассказать, какие я выписала именно сорта вот с этого, ну с сайта, где всякие там новинки при новинке. Еще я много не купила, а по обмену поменялась, в дар послали. И вот я столкнулась с такой проблемой, что как просто выбрать сорта было для первой теплицы. Там, где я говорю, что использую всегда свои семена, проверенные, чтобы не было осечки. И у меня там все уже утрамбовано год за год, одни и те же, одни и те же. Я знаю, я на них надеюсь. Но вот со второй теплицы, началась сейчас подбирать сорта для второй теплицы и все. У меня, как называется, глаза разбежались в разные стороны. Я вот сижу сейчас, переписываю и одновременно хочу делать пометки, какие я буду в этом году выращивать, высаживать. А какие из-за того, что у меня места очень мало и все попробовать я не могу, не успею в один год, какие я оставлю на другой год. Ну и как же, ну и никакие на другой. Ну как, на следующий год не хотят оставаться никакие. Потому что все сорта, как вам сказать, не то, что... Ну сейчас, подождите, я вывалю все. Все сорта не то, что какие-то там... Но заманчивые, как для меня вот это все заманчивое. Я сижу, у меня глазки в разбег. Вот мне очень много прислали зрители мои. Ну опять же, кто-то на обмен, кто-то просто в дар. Люди хотят поделиться тем, что, например, им нравится какой-то томат. Они в восторге от этого томата. И они хотят, чтобы все люди узнали об этом. И через меня, как я проводник, вот высылают даже 2-3 семечка. Через меня хотят, чтобы я всем донесла, что это за такой, за хороший томат. Вот мне одна зрительница прислала 48 сортов. Комова Ольга из Торжка. И абхазские, и различные там... Ну вот эти всякие, которые... Черное сердце Бреда, фиолетовая фея, фиолетовый пес, фиолетовая тыква. Потом всякие розовые, двух... Ну как бикалоры. Очень много. Прислала Козлова Лариса. Мы как с ней делали обмен и стулы. И она еще... Мы сколько-то на сколько-то менялись. Она говорит, я не могла остановиться. Наложила мне 125 сортов. Тут сараевские. От Сараева. Обильный Сараева. Супер томат Сараева. Мне и от Сараева хочется высадить. И много всяких импортных, американских, всяких корейских и минусинские сорта. Минусинских очень много. Мне минусинские тоже хочется посадить. Здесь стаканы минусинские, розовые минусинские, шары минусинские. Американские написано. Какие-то и старинный сорт из Подмосковья, Раменский и различные. И вот я сижу. У меня вот так вот голова кругом. А еще вот, которые купила на сайте. Помните, я говорила на сайт в Томске, на который меня не запустили. Вот мне Соболева Валентина из Томска. Она мне заказывала, я ей оплатила. И она мне пересылает. Одну партию пересылала, вторую еще нет. И вот здесь тоже я читаю, тут столько разных Дива Дивная, Вифлеемский огонь, Зарева, Мечта Америки, Этуаль, Бронза, Калькутта, Брикадель, Бакинский крупноплодный коньячный мальчик. Банановые ноги выписала еще раз с другого производителя в надежде на то, что попадутся такие банановые ноги, про которые вот наши друзья иностранные огородники пишут, что у вас банановые ноги не то, у нас банановые ноги объедение. Может быть мне попадутся банановые ноги объедение. Вот еще с другого места выписала. Потом, ну, мармеладные лампочки какие-то, яркий самответ, зеленая тайна личинки, золотые сердца Америки, бараны, задница обезьяны тоже здесь попалась. Мне еще с одного места тоже задница обезьяны прислали. Моя семья, Яша Югославский, тоже второй раз. Ну, короче, очень-очень много. И я не знаю, если честно, по какому принципу мне набирать вот эту теплицу. Я решила вот одну теплицу отдать полностью под вот такие редкие, экзотические, различные старинные, семейные, те, которых невозможно купить в магазине. Потому что вот у меня же основная часть коллекции моей, это сибирские сорта. Их хоть и в других регионах сложнее купить, но все равно в магазинах продаются. А вот эти сорта, которые я выписывала, которые мне дают на обмен, они же очень дорогие. Они продаются там 10 семян за 50 рублей, что ли, у других коллекционеров. И в магазинах ты их не купишь. Их вот в никаком белом простом пакетике тоже не приобретешь. И мне-то хочется именно посадить и вырастить те сорта, которые дорогие, коллекционные. Но поставить их в один ряд, в той же ценовой политике, как и наши сибирские. То есть, чтобы они стоили тоже 20 рублей, потому что я думаю, они ничем не лучше наших сибиряков. Но как выбрать вот с этого огромного количества именно те, которые самые-самые-самые, самые редкие, самые коллекционные, самые старинные, самые такие заманчивые. Вот для меня они все одинаковые. И в конце это видео, знаете, тут ничего полезного не увидите. Никакой информативной нагрузки. Даже и в просветительских целях оно бесполезное. Это вот просто для любителей, для тех, кто любит покататься в этих пакетиках. Какие-то вот новые сорта. Когда мне вот еще одного черного принца прислали, я вот через неделю буду снимать видео, где перечислю, поблагодарю всех моих дорогих зрительниц, огородниц, кто поделился со мной. Кто вот такие для меня открыл сорта, которые я даже не слышала. Мы регионально сильно разделены. Если в каком-то регионе есть какой-то прославленный сорт, то возможно у нас, мы про него даже не знаем, но нет у нас в магазине и все. Так же, как некоторые люди только от меня узнали, например, про Настеньку и про Демидова, в каких-то регионах их вообще не продают. Ну просто логистика не совсем на том уровне, на котором хотелось бы. И сильно нет взаимосвязи. И вот для меня открыли столько новых сортов. Причем не только прислали те, которые они покупали у коллекционеров. Там вот мне с прибалтийских республик, там же у них это, Кадзасова, по-моему, коллекционер прославленный. Вот семена, которые куплены у этого коллекционера, прислали тоже по два, по три семечка, тоже буду испытывать. Но не только купленные у коллекционера, а именно вот эти народные сорта, которые передаются из рук на руки, из поколения в поколение, возможно от соседей. И вот пишет одна зрительница, вот какие народ названия присобачил, под тем названием я вам и высылаю. Сейчас прочитаю вам. Так. Я, наверное, не найду. Хотела прочитать. Больше всего, конечно, мне нравятся письма, где люди описывают свое мнение и свое впечатление об этом томате. Это очень помогает. Вот с Белоруссии шелуха Александра тоже много мне прислала. Мы с ней менялись. И вот такие, когда вот такое подробнейшее описание от, ну, от человека, от конкретного дается. Вот дрова тоже мне Анастасия Феортистова прислала. Я еще в одном месте как выписать хотела, но почему-то в некоторых местах указано, что дрова это F1. А вообще, я раньше, когда хотела купить, дрова была указана как сорт. То ли правда люди говорят, что сейчас ставят специально F1, пометку на пачках, чтобы люди не собирались. Именно, чтобы не было у них возможности самим все это воспроизводить. Вот, кстати, Анастасия прислала вот целое такое письмо. Мое впечатление о сортах. Вот пишет, мое впечатление о сорта дрова. Сажала в теплице и в огороде красные сигаровидные плоды по 100-120 грамм, 6-7 штук в кисти, куст высотой 40-50 сантиметров. Плоды спелые хранятся до 1 месяца при комнатной температуре. Это очень хороший показатель. Зеленые дозариваются прекрасно. Не теряя своей сладости, при длительном хранении не гниет, а подсыхает. И от этого становится еще слаще. Не посынковала, в теплице вела в три стебля, вырос 70 сантиметров. Когда вот такое описание, все ясно. В теплице он такой, в открытом грунте он такой. Прекрасный для хранения. Значит, его можно рано не высаживать, высадить чуть-чуть попозже. И, возможно, уложить на хранение. И тут же она мне положила немножко поцелуй герани. Вот поцелуй герани мне с трех мест прислали. Хочу попробовать и в открытом грунте. И пишет она, ну, ее впечатление о поцелуе герании. Пишет, что дед, но в теплице это не так. Вырос 150 сантиметров. На двух стеблях было три кисти, но каких? Огромные букеты с целой сотней цветов. Из которых завязались 60-70 процентов. Плоды от 20 до 40 грамм. Самая нижняя кисть дала 67 томатиков. Представьте, человек даже посчитал, сколько штучек томатиков. С уважением, Анастасия. Но, к сожалению, написала, для других двух сортов не хватило места для описания. Места на бумаге не хватило. Подробно описаны вот только два сорта. Но мне этого хватило. Вот по этому описанию я уже поняла. Я точно буду в этом году выращивать дрова. Точно в этом году буду выращивать поцелуи герани. И так же, как Настя, пересчитаю, сколько их. 67 штук в одной кисти. Это очень много. Но он, наверное, такой же, как юбилейная Тарасенко. И вот поэтому я сижу сегодня целый день. Эту гору разбираю. Пишу, пишу, пишу. И не могу определиться. Вот с Новокузнецка Евгения тоже прислала. И какой-то пишет, что два семечка положила какого-то, который взяла очень-очень по дорогой цене. Есть же цены вообще заоблачные. Там где-то от Красиковой надежды вообще идет. Сорт органза, который, она, говорит, 200 рублей, что ли, пачка. Я таких цен вообще даже не видела. И хочу еще сказать, может быть, кто-то выращивал. Где-то, сейчас, подождите, подождите. Один интересный-интересный сорт попался. И еще мне интересно, почему розовый сибирский тигр производство США. Тоже интересно. Я, наверное, не найду. Вот от Василенко Татьяны тоже много прислала она интересных всяких. Так, сине-зеленая зебра, черный дракон, микадо черный, микадо белый. Потому что серия микадо, вот у меня только розовый был. Так. А, вот. Какие-то Буракерские любимцы. Буранкерские любимцы или Буранкерские любимцы. Мне вот прислали с двух мест. И все говорят, что очень-очень интересный сорт. Особенно хочется посмотреть. Прислали гармогель и сержант Пеппер. Но сержант Пеппер, он тоже прославленный, синий. Его многие-многие выращивают. Но что мне интересно. Черный принц. Я просила, когда у меня был пересортится черный принц. Я просила у людей, ну, кто знает, какой черный принц. Пришло восемь черных принцев. Разных фирмопроизводителей. Разных совершенно описаний. От мелких 100 граммовых до 700 граммовых. Есть и домашние семена и все. И вот у меня в этом году будет, на улице буду выращивать, будет целая аллея черных принцев. И вот из этих разных семи сортов будем выбирать самые лучшие. Потому что в этом году очень многие писали, что хотят развести черный принц. Ну, как бы они не покупали семена, вот эти вот фабричные, фирменные. Получается не то, что написано. Или мелкий, или пересортится. Что-то с черным принцем. Его кто-то заколдовал. Творится что-то невообразимое. Не могут воспроизвести люди того черного принца, который прославленный, который знаменитый, который должен быть крупный, мясистый такой. Темно-бордовый, с черна и очень сладкий. Получается, вот как у меня в этом году, подкидыши. Я когда выберу ассортимент на вторую теплицу, я вас прочитаю, вам познакомлю именно с сортами. Потому что пока я говорю сортов столько, что я даже сама еще перечитать и переписать не успела. Вот от Ларисы Козловой тоже очень-очень много интересных сортов. Хочу взять немножко тех, немножко тех. И выражу потом всем-всем благодарность. Я еще не со всех конвертов переписала ваши фамилии, имена. Потому что письма приходят, вот это вот из-за моей такой занятости, там и с заказами, и с видеороликами. Иногда для рассортировки своих семян места времени мало остается. Но сейчас я подойду к этому основательно, изучу все сорта, сделаю каталог нынче пораньше, и нынче высажу новинки пораньше, чтобы уже было сразу видно, какой сорт именно удался, чтобы описала я его летом пораньше, а не в конце когда-то осенью. Все, вот сижу, у меня проблема. Столько замечательных сортов, столько прекрасных, экзотических, редких сортов. Ну какие выбрать? Помогите. Ну это я, конечно, шучу, кто мне может помочь, сама буду сидеть. Все, до свидания.